Зачастую все программы по межнациональному единству и укреплению это списывание денег вот 7 миллиардов рублей уйдет на что на разрабатывание различных концепций на многочасовые доклады умных аксакалов которые будут сидеть на большие съезды в президент отеля где будут выходить люди и рассказывать за мир и дружбу ну понимаете в чем дело вот те пассионарные группы которые сегодня сталкиваются на улице они абсолютно никакого отношения не имеют к тем людям которые сегодня и уже 20 лет курируют межнациональные отношения абсолютно более того никогда не было попыток их привлечь к диалогу я вам скажу что те люди из элит которые встречаются там 200 народностей там на этих съездах у них между собой никаких конфликтов быть не может они прочитают каждый там получасовой доклад выпьют с друг с другом вручат по юбилейной медальке разойдутся это напоминает знаете что что случается погром на манежной площади съезд по межнациональному регулированию предлагает провести то ли фестиваль а дружба народов и концерт песни и пляски и 10 круглых столов ну списывают на этом там 500 миллионов рублей это все замечательно но какое отношение это имеет манежной площади собственно вот практических механизмов по воспитанию профилактики и убиранию причин этих конфликтов нету это причины миграция миграция есть внутренняя и внешняя и нас и телевидение и жизнь разделила то что от внутренняя миграция на своих и чужих чеченская война для населения всех поделила и государство в том числе обязана бороться и с неконтролируемым переселением внутри страны социально не адаптированных групп граждан не значит что никто никуда уехать не должен но значит что большие группы граждан государство должно препятствовать их переезду с одной географической точки на другую создавать те условия то что миграции если до причины почему люди там массово с кавказа переезжают или еще куда-то и конечно внешняя миграция то есть то что у нас делалось последние 20 лет это беспредел это введение визового режима со странами средней азии однозначно и более того мы выступаем за более радикальные меры это введение вообще моратория на пять лет на въезд мигрантов надо посчитать сколько у нас их где они нам нужны и нужны ли вообще и сделать чтобы мигранты у нас получали зарплату выше коренного населения чтобы работодатель должен был обосновать и понять что за мигранта за иностранного рабочего он должен заплатить больше тогда может быть и отпадет вообще надобность мигрантов у нас 7 миллионов своих безработных вот эти вопросы к сожалению все круглые столы малых народов не решают и я уже давно ну убежден что решать надо вопрос лишь одного русского народа на сегодняшний день все малые народы имеют у нас культурной автономии республики парламенты там президентов своих куча возможностей аккумулировать а ресурс коррупционный связываться там с властями деньги ну то есть есть представители которым заниматься русский народ сегодня самый униженный и самый бесправный за русского 100 уступается только старая мама его все поэтому вот эти все съезды когда сидят там 200 представителей разных народностей да ну и опять же за русских там никто ничего не скажет потому что у нас такой русский народ как бы рассеян и он везде и нигде и представителей своих не имеет своей субъектности